Доброе утро, дорогие друзья! Итак, вот он, наш Новый год, Роша-Шана. Точный перевод это Роша-Шана, это день первого сотворения первого человека Адама, шестой день творения. Это день, когда чаяния Бога о нас встречаются с нашими реальными делами. Это день, когда Он сверяет то, что Он задумал в идеале для нас, и то, как мы прожили этот год. Но вот в этом его знаменитом суде мы предстаем перед последствиями наших собственных действий, а не перед Творцом. Творец как бы наблюдает со стороны за происходящим на суде. Роша-Шана это суд причины и следствия. Это суд над нашими поступками и о том, к чему они привели. Один из основных тем Роша-Шана это признание Царя Всевышнего, простите, Всевышнего царем над нами. Это признание влечет за собой подчинение Его высшей власти. В результате чего у человека возникает правильное ощущение, что над ним существует определенная сдерживающая сила. Он понимает, что не может делать только то, что хочется, и в этом мире есть хозяин. В Торе сказано, я предлагаю вам выбор. Жизнь, добро, смерть или зло. Так выбирайте жизнь. Творец нам сообщает, что выбор жизни или смерти остается за нами. Смотрите, как поразительно. Всевышний царь, а выбор все равно за нами, за человеком. Если мы провозглашаем Творца нашим царем, это не означает, что отныне обязанность решать все наши проблемы, все наши сомнения, все наши трудности перекладываются на его плечи. Признание власти Всевышнего, это понимание, что Творец желает нам добра. Надо это осознать. Всевышний как будто бы говорит нам. Думайте, анализируйте, развивайте, взрослейте. Делайте сами. И всматривайтесь в этот мир. Научитесь понимать, куда вы направляетесь. И научитесь смотреть, что вы делаете. Научитесь брать на себя ответственность за вашу собственную жизнь. В этот Руша это очень особый, невероятный день. Мир останавливается. Прошлое заканчивает свое существование, а будущее, с чем наступило. Написано в первый день, его даже не существует. Нам все это кажется, потому что на самом деле творится новая сущность мира. И в том числе новая сущность нашего следующего года, нашей судьбы. В этот день вот это все заново просматривается Всевышним. Наши мысли, поступки рассматриваются, взвешиваются в точном соответствии с их настоящей значимостью. И в их взаимосвязи с нашими способностями, с задачами, с прошлым, с поступками других людей. С логикой развития судьбы. Рассматриваются и взвешиваются. В этот же день выносится справедливый переговор. Точнее первая редакция. Через 10 дней в Юмки-Пур он утверждается печатью. Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть. Кому-то, не дай бог, постигнут несчастье. Одним будет сопутствовать удача. Другим, не дай бог, страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь. Другим умереть до конца года, не дожив до старости. Да, это правда. Это все будет решено сегодня. Поэтому наши мудрецы рассказывают такую байку. Когда о притчу, точнее о банде разбойников, которые царь посадил в тюрьму. Они вырыли подземный ход, выбрались на свободу. Один остался. И вот пришел, когда тюремщик, он еще его избил палкой. Говорит, жалкий человек. В твоем распоряжении был подземный ход. Почему ты не воспользовался им? Это же можно сказать и она. Существует вот сейчас. Вот оно. Вот мы рядышком. Почему мы этого не делаем? Как же остается еще час, два, три, десять, быстренько прийти в себя? Существует обычай поститься в канун Рошашана вот сегодня до полудня. В Медрашах говорится, что за этот пост человек упрощается треть его грехов. Рошашана это зачатие года, последующие 10 дней беременности. Вот почему эти дни так важны для наступающего года. Представь, перед Богом в Рошашана человек судится на весь год. И все это как бы личность его кристаллизуется. И в этот момент приобретает такую жесткую форму. Изменить ее потом чрезвычайно трудно. Легче всего измениться именно в этот день. Вот сегодня можно как бы манипулировать генами своего характера. Люди, обладающие глубокими духовными знаниями, стараются эти вот Рошашана завтра, ну два дня, провести по высшим стандартам. Потому что происходит зачатие года. Правильное поведение в Рошашана дает нам максимальный энергетический заряд. Полученной в этот день энергии должно хватить на целый год, чтобы прожить ее по самым высоким стандартам. Известная каббалистическая формула гласит, если ты живешь сегодня только потому, что жил вчера, значит ты мертв. Быть по-настоящему живым, это означает, ну вот сегодня, в этот день, не как пассивное, не как вот такое, как бы существование, а взрываться. Надо что-то делать, что-то думать. Расширено время оценки нашей жизни. Человек совершает много разного, да? И вот именно в этот день, в этот день нет места отчаяния, в этот мест никакая ситуация не является безнадежной. Дорога к исправлению открыта, пусть трудная, но она всегда есть. Альтер Эббе написал, что само начало исполнения заповеди, покаяния, в ней вот есть основное возвращение к Всевышнему. Слово память, это день памяти, подразумевает переживание заново того, что произошло с нами. Еврейский Новый год, это еще раз повторюсь, день памяти, в этот день наши поступки, которые забыты даже нами, возвращаются к жизни, Всевышний их проверяет и отмеряет нам жизнь. Почему? Расширшена вот, надо обязательно быть радостным, хотя бы это суд, не нервничать, не злиться. Как встретишь Расширшена, так и проведешь. Брахава от слаха, всего самого лучшего и самого хорошего приговора. Брахава от слаха.